А знаете ли вы, что в Екатеринбурге существует официальный рейтинг новостроек Екатеринбурга? И состоит он из 30 домов. ТОП-30 и ЖК Макаровский квартал на первом месте. Сейчас пойдем и посмотрим. Ну что, Паша, мы с тобой снимаем очередной обзор новостроек. Готов засветиться? Сначала ты взял темп моего любимого застройщика, теперь у ГМК. Застройщика, который не работает с риэлторами. Опа, вот так. Это тоже твой любимый застройщик? Ну, как бы, да. Или ты не знаешь, потому что он с тобой не работает? Нет, я сразу, чтобы меня потом не критиковали, что я просто обкакиваю застройщика, который с нами не работает. Я скажу, с нами у ГМК не работает. Ни с одним риэлтором города у ГМК в рамках покупки новостройки не работает. Знайте это. Правильно делаете. Погнали обзирать. Нет, почему правильно делаете? Итак, это очередной обзор новостроек в городе Екатеринбурге и жилой комплекс Макаровский. Куча премий, там собрал лучший бизнес-класс. Сейчас расскажешь, подожди. А вот с этого момента поподробнее. У меня к тебе первый вопрос. Мы его всегда обсуждаем в самом начале. Локация. Ну, крутейшая локация, что я могу сказать. Ну, набережная и сеть. У меня, правда, видишь, восприятие такое, что это как жить на море, знаешь. Ездить на море круто, а вот жить рядом с набережной все время и все время ее видеть, приедается, наверное, немножко. Ну, то есть я бы не делал на это какую-то ставку. Это больше вау-эффект. Ну, мое ощущение. Тем более, что набережная, которая там, это там скейтеры. Ну, ты помнишь, когда летом там не было реконструкции, там скейтеры, какие-то молодежь какая-то там пьянствующая, любовные парочки. То есть это, в принципе, еще и на покой на твой скатывается. Короче, он такой занудый, вы его не слушаете. Значит, локация крутейшая, просто бомба. Смотрите, набережная реки и сеть. Район, район Динамо. Это самый крутой район. Ну, один из самых крутых. Это метро, это весь транспорт. Это прогулочная набережная, друзья. Это парк. Инфраструктура развитейшая. Ну, согласись, это самое крутое место по локации. Ну, я бы поспорил, мне кажется, есть там Ленина, рядом с площадью пятого года, более центральная. Но тут вопрос приоритетов. Да, виды, безусловно. То есть виды из элитки, которая, в принципе, толком и не выходила в продажу, самые четкие. А всем остальным-то что? Ну, ну, как бы, ну, что? Вот из этих квартир какие виды? Значит, здесь есть три типа домов. Первый, это бизнес-класс. Вот он на заднем плане. Ну, да, подъезды, то есть там еще будет два, туда заворачивать. Надо буклет, кстати, достать будет. Ну, ладно. А третий тип дома, это элитка. Дом элит-класса, он окнами выходит на реку. Да. И он заново отстроенный и полностью кирпичный, там, с толстенными стенами и так далее. Ну, то есть это круто. Да. И есть еще лофтовые квартиры, Симановская мельница. Ну, это прям... Это переделочка просто, реновация. Это да, это типа там культурный дух, историческая причастность, вся вот эта... Ну, там... Ну, наверное, здорово, что сохранили вот все-таки какая-то историческая ценность. Как ты думаешь, есть в этом или нет? Ну, я считаю, круто, что сохранили и это, и там здание во дворе, которое сейчас в детский центр какой-то переобрутится. За это респект. В целом, как бы, вопрос там снесения самих мельниц, ну, он неоднократно обсуждался, он такой противоречивый. Ну, благо, ну, на мой взгляд, что-то более-менее достойное построили на месте. Ты говорил про наличие детских садов, которых здесь три по факту. Ну, их три вот в этой части, условно, за теми домами, на карте у застройщика указаны еще там, через мост. Но, в целом, насколько я понимаю, три будут по прописке. Ну, как я сказал... Но один принадлежит РЖД. Ну, он РЖД, я не вникал в структуру, но написано садик РЖД, у двух других суммарно там 260 плюс 180 мест. Значит, по детсадам получается история следующая. Есть два детских садика от силы 3, которые приписаны к Макаровску. Я думаю, что так будет, да. Если их суммировать по посадочным местам, то это получится мест 750. Ну, если прям в месте РЖД, скорее всего, так. А здесь квартир больше тысячи. 900. Ну, в общем, сами считайте. И надо понимать, что три места... Что? До этого не было статей в СМИ, что пустуют садики в центральном районе. То есть, скорее всего, вам придется искать коммерческие детские сады. Скорее всего. Но не факт. Ну, либо в очередь вставать. Что по школам? Ну, там гимназия недавно реконструирована в целом. Сколько здесь? Меньше километра. Еще одна гимназия. Неплохо по школам. Девятка даже отмечена на карте. Но мне кажется, в девятке там не по прописке учатся. По блату учатся. Ну, по блату там за деньги, я не знаю как. Ну, по прописке в том числе. Ну, то есть, если надо, то девятка. В целом, качественные гимназии с хорошим уровнем образования. Я считаю, что одна из лучших ситуаций. Ну, по больничкам остыдать не будем. В принципе, здесь все... Ну, как бы, конечно, это что... Все как везде, все нормально. Ну, тут испанских рабочих, там, полиглиники, детская, недетская. Достаточно в социалке. Развлекуха. На высшем уровне, я считаю. Концертный зал, пожалуйста. Космос. Театр, пожалуйста. Ну, на хорошем, безусловно. На хорошем. То есть, торговик... На лодочках покататься летом, пожалуйста. Слушай, ну, торговик здесь, типа, наверное, ближайший условный Гринвич, да? Ну, такой... Ну, Антей. Антей, Алатырь и Гринвич. Ну, типа, не как пешком дойти. Ну, и до Гринвича можно на метро. Ну, до пассажа можно попытаться прогуляться, если по набережной. Да, можно попытаться. Ну, в целом, нет, кайфовое место, что говорить. Место кайфовое, прогулочных зон дофига. Прямо летом вообще... Ну, тут еще и парк, тот же, 22-го партиезда, можно догулять при желании. Ну, хотя и этого достаточно, которого космоса. Так, ну, ладно. Спортивные секции, там же Динамо и все. Кстати, Динамо, да. Ну, я говорю, точно. То есть для детей. Локация, с точки зрения социальной, развлекательной, инфраструктуры, ну, одна из лучших в городе фан. За локацию у ГМК респектуха. Ну, однозначно. Ну, давай теперь ложку дегтя добавим в эту бочку меда. Да, она... Поговорим о дорожных развязках, да? Она у нас на заднем плане вся эта ложка дегтя, она нам шумит уже сколько времени. Я говорю, я рассказывал, что я года 4 назад еще писал статью, где я говорил об этих нюансах. То есть мы сейчас видим легкий переулочек вдоль подъезда, который вроде как не выходит на Челюскинцев. На самом деле там большая реконструкция, там трехполосная дорога, вполне активная дорога. И людям просто это нужно понимать, что трафик здесь будет. Сейчас машины уже довольно активно ездят, но они там выруливают с ремонтируемой части, и у них нет прямой. А когда здесь прямая, я сам здесь, кстати, 3 штрафа собрал, потому что ограничение 40 при таком вот сейчас виляющем этом. Но никто 40-то не едет. Я, видимо, 60 ехал. Ну, как минимум я-то. Значит, перевожу на русский язык. Мы не случайно встали именно на это место. Мы здесь расположились, чтобы было видно, дом сразу окружен. Магистралью. Одной пока магистралью. Справа фасад у ЖК Макаровский выходит на Челюскинцев. Слева выходит, это Никонова, да? Ну да, продолжение. Продолжение Никонова. Сейчас это тихий переулок, ну, относительно. Сейчас он заставлен весь машинами, по сути, это парковка. А планируется из этой улочки сделать трехполосную полноценную дорогу. Ну, представляете, уровень... Ну, прям выезд туда, в город. Чтобы вы понимали уровень шума, вот трехполосная дорога, Челюскинцев, вот она. Вот она сейчас так шумит. Плюс к этому ходит трамвай, плюс ходит крупногабаритный транспорт, это грузовые машины. Автобусы, ну и так далее, это то, что производит шум. То есть жители, у кого выходят окна сюда, соответственно, будут этот шум весь впитывать в свои уши. Шум, пыль, да? Мы понимаем, что у нас город-то не чистый, да? Ну, то есть я вообще объективно, вот то, что мы сказали, кто брал окнами сюда, скорее всего, не планирует открывать окна своей квартиры в эту сторону. Кондиционер он будет ставить с той стороны. Если это так, друзья, то кондиционерами вы вопрос не решите, кондиционеры только охлаждают воздух. Для того, чтобы спокойно дышать и получать свежий, чистый воздух, вам нужно будет ставить приточно вентиляцию. Нет, она там, у них там есть, от застройщика, да. Есть в элитке, в бизнесе нет? Ну, она менее, скажем так, функциональна в этом плане. А у элит дома, у него окна на реку, там все в порядке, там шума не слышно, там все прекрасно. Ну, это элит дом. Там и этажность, не 27. Там и этажность, 9 этажей, да, там, по-моему, все? Или 10. На площадке 3 квартиры, то есть все хорошо. А здесь на площадке квартиры 4 или 5, по-моему. Дом бизнес-класса, он должен стоять в окружении вот такого количества дорог или нет? Или это уже уровень? Я боюсь, что в мегаполисе этого не избежать. Не избежать. Да, ну, то есть Жнева там позиционируется. Это то, с чем придется жить. Если ты живешь в шумном мегаполисе, то у тебя будет под окнами трассик. Будем честны. Я думаю, что с дорогами все понятно. Ну, да, да. То есть мы уже разобрали этот вопрос. Все машины увидели. Я думаю, что надо показать людям, как будет реконструирована развязка, и будет понятнее. Я оставлю ссылку под описанием. На ролик. На ролик, где показана, какая будет дорога. Прямо, кстати, администрация Екатеринбурга прям. Ютуб-канал администрации Екатеринбурга. Да, это прямо администрация Екатеринбурга. Сюда вставочку я не могу сделать, потому что меня могут забанить, как меня забанили с вернисажем. Теперь давай обсудим, что такое бизнес-класс. Ну, а сейчас моя любимая тема – планировки. Гостевой санузел, унитаз, раковина и душевая. Все расставлено так, что будет очень тесно. Невероятно тесно. Скорее всего, нужно душевую отсюда убирать. Я бы вот это сейчас сравнивал, не привязываясь к локации на центральном поясе, с проектом Ленина 8 от «Принцип недвижимости». Когда мы здесь начали промерять стены, ровно стен проверять, я тебе скажу, что они, как турецкий нитаган, кривые. Построители посчитали одну смету. Отделочники, я имею в виду. Да, безусловно. А потом говорят клиенту, слушай, тебе нужно доплатить еще 150 тысяч, потому что, вот смотри, отваливается. А клиент, знаешь, что иногда отвечает в таких случаях? Извините, парни, мы с вами договорились на итоговую цену. То есть, надо не договариваться на итоговую цену. На строителей, которых ты планируешь заводить, приводить с собой на приемку. Ничего не запрещают приводить этих строителей на приемку. Так этот косяк вылез только потом, этого никто не мог предположить. Мама родная, я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok